Привет дорогие друзья! В этом видео я расскажу про свой опыт использования 12 Pro и стоит ли вообще покупать вместо 13 Pro в 2022 году. Как основным айфоном 12 Pro я пользовался от силы недели, а то и чуть больше недели. И как только появилась возможность, заказал себе 13 Pro. Но после покупки последнего айфона я не забросил 12 Pro, а также продолжал пользоваться им параллельно. Расскажу, что понравилось мне в 12 Pro, минусы плюсы и как человек, который часто использует телефон для создания контента. Начну с дизайна. Что я могу сказать о дизайне? Ну если брать 11 Pro, то дизайн изменился и пришли к дизайну четвертого айфона. Нравится ли мне этот дизайн? Безусловно да, ведь первый айфон с такими гранями у меня был айфон 4. Ностальгия берет свое. Беря в руки 12 Pro, невольно вспоминаешь четвертый айфон. Ну а если айфон 4 лежит в руке из-за своих размеров удобно, то к 12 Pro нужно привыкнуть. Недолго, но все же нужно. Постоянным перехватом. Так как грани смартфона врезаются в руку в одном положении. И эта беда даже 12 mini. С гранями есть решение. Чехол с кругленными краями. Я чехол не носил, справлялся как-то без него. Я вообще чехол начал носить только с 13 Pro. Но если вас это волнует, то чехол это выход. Да, не так эстетично, все так же будет перехват смартфона, но вырезаться в руку своими гранями айфон не будет. OLED матрица на 12 Pro очень хорошо передает цвета. Да, тут нет 120 Гц, но если вы не пользовались до этого 13 Pro, то дисплеем 12 Pro вы останетесь довольны. Пленка или стеклон дисплей обязательны, ведь поцарапать дисплей айфона может даже об воздух. В принципе много разглагольствовать о дисплее 12 Pro бессмысленно. Apple делает только топовые дисплеи и это факт. Производительности 12 Pro хватит надолго. 12 Pro, как и 13 Pro, пережевывает все, что есть в App Store и делает это с легкостью. 12 Pro хватит на 5-6 лет. Можете спокойно играть в свои любимые игрушки. Говорюсь сразу, про фронтальную камеру я говорить тут не буду, я ей не пользуюсь. А вот камерами основными активно пользуюсь. Камеры 12 Pro не такие навороченные, как у 13 Pro, но это не означает, что на камерах нужно ставить крест. В каких-то моментах камеры 12 Pro неотличимы от более младшего собрата с приставкой Pro. Широкоугольная с диафрагмой 1.6 и камеры справляются даже лучше, чем на 13 Pro. Это по моему мнению. Сейчас вы видите телефото с диафрагмой 2.0. Лично я вижу минимальную разницу с 13 Pro. Сверхширокоугольная с диафрагмой 2.4. Можно и получше, но в принципе нормально. Кстати, о RAW я тоже не забыл. Вот кадры с RAW и без RAW. В принципе камер будет достаточно для видеоблога и красивых кадров природы. Архитектуры и для ночных снимков тоже. Батарея в 12 Pro оставляет желать лучшего. Всего 2800 мА. С 8 до 9 Айфон не доживает. Приходится искать розетку или носить пауэрбанк. Показатель так себе. Также говоришь о царапинах. Весь опыт использования смартфона параллельно не защитил смартфон от царапин на золотой рамке смартфона. Есть и они явные. Задняя крышка матовая и на ней царапин нет. То же самое с камерами. На камерах царапин тоже нет. Хочу сказать про Face ID. Разблокировка работает отлично. Не во всех положениях, но все равно это быстро и удобно. Начиная с 10 Айфона, Face ID улучшается с каждой новой версии телефона. Но все же есть ностальгия по Touch ID. Не думаю, что он вернется в последующих Айфонах, но было бы неплохо видеть его в кнопке пробуждения сна. Ну или встроенном в самом дисплей. Я советую брать 12 Pro, если разница между 12 Pro и 13 Pro незначительна. Если же разница в 10-7 тысяч, то берите лучше 13 Pro. На авито 12 Pro можно найти по 60 тысяч рублей на 256 гигабайт. 13 Pro на те же 256 гигабайт уже 80 тысяч. Решать все же вам. Мое личное мнение, 12 Pro можно рассматривать как Айфон на 5-6 лет спокойно. Дорогие друзья, развитие канала можно поддержать добровольным донатом. Boosty или Donation Alerts. Все ссылки в описании. Всем спасибо.